Ты чем-то недоволен. Можешь проваливать на все четыре стороны, а как часто ты говорила такое и после этого оставалась одна. Подумай, может не стоит бросаться в крайности и относиться к семейной ссоре так радикально. Согласно статистике, большинство разводов приходится на первый или второй год после начала семейной жизни. И, кажется, только вчера кричали молодоженам «Горько», а сегодня они уже каждый сам по себе. Куда пропадают чувства? Неужели и правда быть способен уничтожить любовь? На приемы у семенного психолога такие пары твердят одно и то же, мы перестали общаться, она уделяет мне мало времени, чувства остыли. К сожалению, это тенденция современной культуры, ведь каждый из нас настроен на свой эгоизм и получение удовольствия от жизни. Мы забываем об окружающих и часто даже не прислушиваемся к мнению родных людей. А давайте вспомним еще одну проблему. Сразу после переезда к мужчине девушка начинает демонстрировать чудеса хозяйственности, часами стоит за плитой, стирает и гладит мужские вещи. Разумеется, ничего плохого в этом нет, но со временем эти занятия становятся монотонными и приедаются. Это приводит к апатии и депрессии. Решить проблему можно довольно просто, проводите время вместе. Например, пару раз в неделю можно устраивать романтический ужин, который вы приготовите и съедите вместе. Чаще ходите в парк или в кино, в жизни должно быть место романтики. При таком подходе совместный быт становится радостью, а не нагрузкой. Это поможет подготовить молодую семью к заботе о детках, которые у любящей пары наверняка скоро появятся.